Я не из мира рекламы, и поэтому, возможно, задам вам слишком очевидный вопрос, но надеюсь на ваш ответ. Подскажите, для подобных кейсов, именно для подбора такого элегантного решения, какая команда нужна, кто эти специалисты, и с помощью каких инструментов и технологий они отбирают это самое полезное-полезное? Мне в голову пришел брейншторм, но я думаю, что у вас больше ты зов в рукаве. Вы могли бы ими поделиться? Ну, смотрите, брейншторм – это все-таки не инструмент выбора идеи, это инструмент генерации идеи. И нельзя сказать, что на брейншторме ты можешь выбрать. Ну, моя работа – это во время брейншторма выбирать идеи. Я как бы, я нахожусь уже выше, и я слушаю идеи, говорю, это да, это нет. Иногда предлагаю, как ее доделать. Вот. Какие инструменты? Ну, первый самый крутой инструмент – это gut feeling. На самом деле нет каких-то рациональных инструментов, я бы так сказал. Потому что все рациональные инструменты – это исследования. Они приводят к общему знаменателю, они выхолачивают креатив. Поэтому, о, я знаю какой-то инструмент, такого нет. Вы чувствуете, вы понимаете? Ну, вот gut feeling для меня – это работает на меня, например. Самый крутой инструмент. Это работает со мной. Или моя мама, например. Я всегда… Вот это суперинструмент. Моей маме будет интересно. Моя… Особенно, если телеролик это касается, потому что… Ну, поднимите руку, кто смотрит телевизор и видит рекламный блог. О, блин, вообще. Четыре человека. Ну, я хочу сказать, что когда вы делаете телеролик, как бы вы зашкварным это ни считали здесь, вы должны думать о своих родителях. Или о своих более взрослых друзьях, таких, как я. Вот. И рассчитывать на них. Самое ужасное в нашей профессии – это переживать на тему, что это не для меня. Люди выгорают очень быстро. Когда я ненавижу телевидение, я ненавижу селебрити, я ненавижу поющих людей, ненавижу эти песни из 80-х, ненавижу распродажи. Конечно, так в профессии вам очень тяжело будет. Ну, откровенно говоря. Поэтому нужно учиться, ставить себя на место своих родителей, на место своих учителей, на место своих каких-то дядь-теть, и понять, что им будет интересно. Мне повезло, я объясню. Я вырос все-таки, и я еще возрастный человек. Я примерно представляю, что люди смотрят. Я представляю, что им интересно. Я как бы, когда пришел рекламу, я был последним, наверное, поколением телевизионного смотрения такого. И я примерно поднимаю телек. Да, я современный, у меня ТикТок есть, Инстаграм и все такое. Я пытаюсь в этом разобраться. Но, конечно, ты понимаешь очень хорошо, какая история будет интересна твоим родителям. Или твоим одноклассникам. Но в вашем случае, конечно, это не работает, потому что ваши одноклассники – это мои дети. Но просто представьте, если это ваши дети, представьте, что интересно вашим детям. Я бы, например, для своих детей делал бы ролик в Майнкрафте. Или делал бы ролик в GTA. У меня старший сон, он фанат GTA. И я бы сделал, есть очень классный ролик о Кокколе в стиле GTA, про то, как все добрыми стали в GTA. Это потрясающая идея. Именно они взяли GTA и подумали, а как сделать, как выглядел бы GTA, если все там добрые. И там люди дали друг другу цветы, помогают бабушке перейти дорогу. Это бы работало уже на моего сына. Поэтому нужно просто ставить себя на место целевых аудиторий, на место потребителей и чувствовать, что ему будет интересно.